Много людей хотят знать, что Всевышний хочет от нас в этой жизни. Что нам делать, как нам правильно поступать? Ответ, наша еврейская традиция дает на это прямой ответ. Чтобы узнать желание Всевышнего в этом мире, это нужно посмотреть на те заповеди, которые Всевышний нам дал. Ведь заповеди Всевышнего это его желание в этом мире, то что он хочет от нас в этом мире. Чем больше человек будет учить и познавать заповеди, тем больше он будет знать желание и проявление Всевышнего в этом мире. Многие знают, что в иудаизме есть 613 заповедей. Число 613 звучит как очень-очень много. Но на самом деле, если мы чуть-чуть посмотрим и углубимся в это, на данный момент, на сегодняшний день большинство из 613 заповедей на сегодняшний день не актуальны. Много из 613 заповедей связаны с службой в Иерусалимском храме, которого уже нету около 3000 лет, служба жертвоприношения. Это очень много законов, связанных с ритуальной чистотой и нечистотой и так далее. На сегодняшний день гораздо меньше, чем 613 заповедей актуально в наши дни. Мы представляем для вас замечательную книгу. Книгу, которая называется «Краткая книга заповедей». Это книга, которую составил великий мудрец, которого звали Рав Исраэль Мей Ракоин, который жил в начале 20 века в Голоде Раден. Он очень известен под именем Хавец Хаим, великий мудрец, знаток Торы, великий праведник, который составил эту книгу. Он взял все 613 заповедей и он собрал только те заповеди, которые наиболее актуальны и применимы в наше время. Все заповеди, которые написаны в этой книге, все заповеди, которые применимы в наше время для любого человека. И мы очень рады, что у нас есть возможность начать эту серию уроков по краткой книге заповеди. Давайте начнем с первой заповеди. Мы знаем, что заповеди делятся на две категории заповедей. Есть повелительные заповеди, есть отрицательные заповеди. Есть то, что мы обязаны делать, есть те запреты, те вещи, которые запрещено нам делать. В этой серии уроков мы пытаемся взять каждый урок одну повелительную заповедь и одну отрицательную заповедь. И чуть-чуть их прочитать, разобрать и, может быть, чуть-чуть объяснить. Первая заповедь, повелевающая в то, что существует Всевышний. Сказано в Торе, я Всевышний твой Бог. Всевышний, да будет он благословен, говорит Хавацхаем, создал все сущее и все миры своей силой и благим желанием. Он наблюдает за всем творением. На этом держится наша вера, таков ее фундаментальный принцип. Поэтому мы должны быть готовы отдать за нашу веру всю жизнь и все свое достояние. Главное твердо укрепиться сердцем и душой в том, что упомянутый принцип – это правда, и ничто иное быть правдой не может. Это принцип, что Всевышний постоянно и всегда наблюдает за всем, что происходит в жизни каждого человека и вообще каждого создания. Это называется на еврите Ашгаха Пратит. Вещь, которая – постоянное наблюдение и пребывание Всевышнего в жизни каждого человека. Это первое заповедь, в том, что мы обязаны верить в этот принцип. И давайте с вами разберем еще одну короткую отрицательную заповедь. Заповедь, запрещающая красть имущество. Сказано в Торе – не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Запрет касается любого имущества стоимостью прута. А прута – это самая мелкая монета. И выше. Безотносительно того, у кого украден предмет. У взрослого или малолетнего, еврея или нееврея. Укравший обязан в любом случае возместить ущерб. По закону Торы запрещено красть, что бы то ни было. Даже предмет стоимостью меньше, чем прута. То есть, даже предмет, который очень мало стоит. Например, даже одну спичку или иголку. Любой предмет, по Торе, Кай запрещено. Запрещено красть даже в шутку. А также с намерением вернуть или с намерением заплатить за украденное. Запрещено покупать любой предмет, о котором с уверенностью можно сказать, что он украден. Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде. Мужчины и женщины. То есть Тора относится очень-очень серьезно к имуществу другого человека. И поэтому это большой, один из запретов, один из серьезных запретов – это брать имущество другого человека. Спасибо. Продолжение следует...